Я помню нашего соседа, покойного Иудой Ибхам Алишаева, когда он рассказал мне историю в начале 20-х годов, как 18 евреев Квартова взяли в заморки. Там их корчи были, там были и Абрамы, там был Иудой Ибхам. И он говорил, мы ждали расцвета, и мы знали, что нас все тут бьют. Если, то мы не успеем. И он успел. Их приобрели. Он же купился. Он сказал, я вам соберу те деньги, которые вы хотите. По какой схеме собирались деньги? Он все время просил общину не давать крупные деньги. Мелочи, мелочи. Чтобы мешок стал крупным. Чтобы он отнял. И чтобы это было, выглядит было очень бессонно. Голодная кровь. Голодомарность захарствует мелко. Что происходило в этой семье? Покинула их мать. Она умерла в обороте города. В принципе, она какого-то. Осталось очень много детей. Старшим сыном был мой отец. У него было 22 лет. На его плечи не была вся отец. Он бросил в Рапфа. Он учился в Рапфа. Он бросил. Радик того, чтобы определить своих сестер и братья. Бега разуму, где он видел, определил в интернат. Девочек маленьких забрал к себе спелок отзыва. Противил от Ольги. Который определил сначала в интернат. А потом, когда им исполнялось 11-12 лет, он их забирал оттуда. И у себя дома бежал. А в следующем выдала замка. Я расскажу историю Кларния Святого. Она была очень шуткая девочка. И отец, когда подоправливали в униках, она поставила ультиматум своему брату. Ты хочешь, чтобы я вышел из-за этого учителя замуж? Я хочу быть обеспеченным. Ты должен отдать мне свою квартиру. Потому что вставок, которые имеешь, ты дашь мне ее, а потом я выйду замуж. Эта должна быть моя квартира. Все хорошо. Взял плечак. И вышел из-за этого. Свернул эту квартиру. И ушел. Потом он сам же не смеет ничего. И он же в балхоне у своего товарища. Сверху сделан. Сверху сделан и все. А он ее не ухватил. А она там. Но он жил. Дрихо-жжин. Разбыл это. На Амбараксе, если кто знает, по... Угол в Амбараксе жил с Дрихо-жжин. И вот там в первые шесть месяцев убивал на Амбараксе месяц. Это были нелегкие дела. Отец попал внув переделку. И он его вытаскивал с расстрелянной статьи. 117 дней смотрели камеры. За то, что он в сороковом году в честь Амбараксе сказал ну что это? Ткань что ли? В царское время была ткань, но в двумя странами они не подъемли. Тогда была жизнь, говорит. И все остальное было. Договорил, дошел до того, а его уже там жилами были. Все. Его посадили. И когда он вышел из тюрьмы, он 10 лет от звонка до звонка отсидел. Он мне мне было 16 лет. Нет, когда он вышел 6 лет было, а потом еще 10 лет он пролил. И он мне рассказывал. Говорит, блякин где? И то, что меня заложили, то, что я был в тюрьме, говорит, блякин где? Говорит, всех отправили на фронт, моих друзей, все пропали, погибли, а я остался жив. Ко мне пришли, сказали, хочешь искупить кровь? Он говорит, нет, я чувствую себя мягко. остался в тюрьме. И вот такие тяжелые годы приходили его отцам. Потеря мать и опять для него тяжелый период как сохранить, чтобы дети остались с ним. Чтобы не потеряли это. Дэн обрагаваемый и он все сделал. Он удачно вернулся, был благодарен этим с вами. Он дал профессию, дал возможность выводиться. апостол учебы он меня устроил спокойно дал на дойче на такое место работал печатный станок я встал на я поднялся. Золотые времена были прежности времена и полетные. Была такая возможность молодому человеку понимаете их период жизни они ничего не могли из поколения в поколение двор превращался в общий двор комнаты для этой семьи комнаты для этой семьи для одного сына в одной комнате по 10-13 человек рождало детей и все эти дворы как и наш дом имел по клубу второй этаж Балахара называлась чердачная чтобы поместить эти силы и так весь парк уже такой и такое время они перелили а прежнее время почему я хочу сказать все было опущено наказания нет кто как хотел зарабатывать со мной работал зубоврач покойный дом дом это золотые времена золотые времена И в этот золотой период мало осталось, мало. Он вышел когда на пенсию, я говорю, папа, что будешь делать? Он говорит, я хочу заняться своим плантом, чтобы, говорит, орычистый дом, чтобы лампочки на столбах, чтобы дорога, говорит, хорошая была. Я говорю, мне это же все средства. И Калэ Папа мой, говорит, ты мне, говорит, сделай, говорит, столы и скамейки, говорит, вот козлы и щиты и скамейки, говорит. А мы, говорит, если будем бренд давать, говорит, потом не только челосил, говорит, Джон Ма, говорит, тарелки, все, чтобы все, говорит, с гузара было, говорит. Я и не сделал. Вот сейчас глава Бухарской общины в Африке, Толик Бискарков, он мой ближайший был, он строитель. Я говорю, Толик, помоги мне в этом вопросе. Он говорит, зарабатывать до этой недели не надо, это микс, я говорю. Он говорит, ну, заработчик, я говорю, да, дать тебе не надо, говорит, козлы паять будут, я говорю, за Торску. Я говорю, хорошо. 150 рублей, я помню, отец дал за очень большое количество щитов, козлов, скамейки проделывать. И он отдал, не буду называть фамилии, двум людям с нашим кладом Востока, которые поделили между собой. Он говорит, что такой заработок пошел хороший, что они стали, куда он же все будет. Потом развод, дали, когда развод такой, они поделили. Отец говорит, так я же не для этого дал вам, чтобы бабки делали. Он говорит, а где, говорит, приход, где, говорит, ну, чтобы я взял, говорит, сделал того, говорит, ажи, все, каникул, тишина, все. Ну, он очень сильно разочаровался, он уже взял большой тюк атласного материи, чтобы сделать джома для бузара. Он купил, я помню, что в ткацкой фабрике я привез 12 кур по чаю. Я говорю, Арис, папа, за столы, говорю, не попали, денег нет. Это, говорю, я не отдам, скорее же, так.